Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем разговор про коллоидные растворы. Вашим домашним заданием было заполнить пропуски в следующей таблице. Проверьте, пожалуйста, все ли у вас правильно. Давайте вспомним с вами основные определения. Фазой называется совокупность частей системы, тождественных по свойствам. Вещество, которое распределено в виде отдельных частиц твердых, капель, жидкости или пузырьков газа, называется дисперсной фазой. А вот вещество, в котором распределена дисперсная фаза, называется дисперсионной средой. Дисперсная фаза нерастворима в дисперсионной среде и отделена от нее поверхностью раздела. Я вам хочу напомнить также классификацию дисперсных систем. По размеру частиц они различаются на истинные растворы, коллоидные и грубодисперсные. Примерами дисперсных систем служат в зависимости от фазы и среды различные знакомые вам жидкости, газы или твердые системы. Например, если среда газообразная и фаза жидкость, то перед вами туман, облака или аэрозоли. Жидкая в жидкости представляет собой лимфу, молоко, эмульсию жира. Жидкая среда и газообразная фаза – это вам знакомые пены и лимонад. Твердая среда и твердые частицы дисперсионной фазы – это горные породы, чугун, цветные стекла. Найдите, пожалуйста, общий признак в данных дисперсных системах. Среда – твердое вещество, фаза – газ. Следующая система. Среда – твердое вещество, фаза – твердое вещество. Перед вами среда – твердое вещество, фаза – жидкость. Найдите общий признак. Среда – газ, фаза – жидкость. Найдите общий признак. Перед вами дисперсионная среда – газ, фаза – твердое вещество. Также найдите общий признак. Перед вами следующие дисперсные системы. Среда, жидкость, фаза, газ. Следующие дисперсные системы. Среда и фаза находятся в жидком состоянии. Следующие знакомые для вас системы. Среда здесь жидкость, фаза твердое вещество. Давайте вспомним. Коллоидные системы состоят, делятся на две группы. Это золи, жидкие коллоиды. Для них характерное явление коагуляции, то есть слепание коллоидных частиц выпадения в осадок, а также гели или студни. Здесь частицы дисперсной фазы образуют пространственную структуру. Гели бывают пищевые, медицинские, биологические и минеральные. Структура коллоидных частиц. Коллоидные частицы, вспомним, называются мицеллами. Строение мицеллы мы с вами рассматривали на примере образования коллоидного раствора ядида серебра, получаемого при взаимодействии с очень разбавленными растворами нитрата серебра и ядида калия. В целом мицелла электронейтральна. Посмотрите, как правильно записывают строение мицеллы. Твердый осадок ядида серебра представляет собой агрегат. Окружают его адсорбционным слоем ионы серебра. Все вместе составляют ядро. Противоионами здесь выступают нитрат ионы. И в диффузном слое также содержится нитрат ионы. Агрегат и ядро вместе составляют гранулу, а вся частица называется мицелла. Напишите, пожалуйста, формулу мицеллы золя карбоната бария, стабилизированного хлоридом магния. Проверьте себя. Напишите, пожалуйста, строение мицеллы, полученной в результате сливания растворов хлорида бария и сульфата калия в избытке. Практическая работа 4. Получение и свойства коллоидных растворов. Крахмал это твердое вещество белого цвета. Он представляет собой хрустящий на ощупь порошок. И я насыпаю сейчас в пробирку несколько шпателей порошкообразного крахмала. Цель этого опыта проверить отношение крахмала к воде. Добавляю к нему дистиллированной воды и тщательно перемешиваю. Мы видим, что крахмал не растворяется в холодной воде, образуя устойчивую взвесь. В большую реакционную пробирку я наливаю дистиллированной воды. И сейчас буду нагревать эту воду до кипения. Изменение температуры приводит к изменению растворимости крахмала. И в почти кипящую воду я буду добавлять тщательно перемешанную взвесь крахмала в холодной воде. И мы внимательно наблюдаем, что происходит при контакте этих жидкостей. Получается практически прозрачный однородный раствор. Это коллоидный раствор крахмала в воде. Он больше известен как крахмальный клейстер. Давайте вспомним свойства крахмала. Это белый аморфный порошок, нерастворимый в воде. В горячей воде разбухает, образуя гель. Сладкого вкуса не имеет. Опыты с крахмалом. Крахмал, полученный в домашних условиях, растворяя в воде, образует неоднородную систему суспензию. Затем, если суспензию нагреть, то можно получить крахмальный клейстер. Клейстер охлаждают в холодной воде и добавляют раствор йода. Появляется синее окрашивание. Пробирку нагреваем, окраска исчезает. При охлаждении окраска появляется вновь. Пожалуйста, объясните результаты этого опыта. Опишите проведенные опыты и сделайте выводы. Коллоидные частицы настолько малы, что растворы кажутся однородными, но они достаточно велики, чтобы рассеивать свет. Благодаря значительным размерам частиц в коллоидных растворах, в них можно наблюдать прохождение света, известное под названием эффект Тиндаля. Джон Тиндаль в 1860 году пропустил световой пучок через оптически неоднородную среду и обнаружил светящийся конус. Этот же эффект является причиной окраски радужной оболочки голубоглазых людей. Коллоидные частицы способны рассеивать падающий свет. Если раствор осветить сбоку тонким лучом света маленького фонарика, то в коллоидном растворе вы увидите мутноватый конус – апалисценцию. Это явление называется эффектом Тиндаля. Истинный раствор такого эффекта не дает. Вот перед вами на рисунке солнечные лучи, проходящие сквозь туман, как раз и происходит эффект Тиндаля. Исследуйте следующие дисперсные системы на эффект Тиндаля. В химических стаканах у нас будут вода, хлорид железа трехвалентного, фторид железа трехвалентного, гидрооксид железа, фторид натрия, гексоцианоферат меди. Результаты наблюдений занесите в таблицу, в которой укажите компоненты раствора, цвет системы, устойчивость и тип дисперсной системы. Подтвердим, что полученные растворы являются коллоидными на основе их особых оптических свойств. Коллоидные растворы, как и истинные, прозрачно в проходящем свете, но при боковом освещении наблюдается рассеяние света в оптически неоднородной среде. По ходу луча в коллоидных растворах наблюдается свечение, эффект Тиндаля. Для сравнения используем дистиллированную воду и истинный раствор хлорида железа. Кроме того, приготовим дисперсную систему с более крупными частицами. Это трудно растворимый фторид железа. Получим его смешиванием раствора хлорида железа и фторида натрия. Разместим растворы в порядке увеличения размера частиц. Это дистиллированная вода, истинный раствор хлорида железа, золь гидроксида железа, золь гексоциана феррата меди, гель кремниевой кислоты, полученной заранее, дисперсная система с осадком фторида железа. Для наблюдения эффекта Тиндаля требуется затемнение. Пропустим сфокусированный луч света через каждый раствор. Первый стакан. Раствор прозрачен, луч в нем не виден. Второй стакан. Раствор также прозрачен, луч не виден. Вывод. В стаканах 1 и 2 находятся гомогенные однофазные системы. Третий стакан. Наблюдается светящийся луч, эффект Тиндаля. Четвертый стакан. Также наблюдается светящийся луч, эффект Тиндаля. Большая интенсивность свечения в стакане с частицами большего размера. Это золь гексоциана феррата меди. Пятый стакан. Наблюдается аполисценция, свечение во всем объеме. Шестой стакан. Перемешаем его содержимое, чтобы поднять со дна более крупные частицы. Также наблюдается аполисценция. Вывод. В стаканах 3 и 4 микрогетерогенная система, коллоидный раствор. В стаканах 5 и 6 – грубодисперсная гидрогенная система. Давайте посмотрим, каким образом можно получать дисперсные системы. Существует два метода. Диспергационный – это вещества тонко измельчаются, диспергируют в состав дисперсионной среды. И конденсационный – когда коллоидное состояние возникает в результате объединения молекул или ионов вещества. Выполните задание. Как классифицируют дисперсные системы по агрегатному состоянию среды и фазы? Приведите примеры. Почему воздух, природный газ и истинные растворы не относятся к дисперсным системам? На какие подгруппы можно разделить гели? Чем определяется срок годности косметических, медицинских и пищевых гелей? Что такое коагуляция? Чем она может быть вызвана? Что такое синерезис? Чем он может быть вызван? Почему природа в качестве носителя эволюции избрала именно коллоидные системы? Приготовьте сообщение на тему «Эстетическая, биологическая и культурная роль коллоидных систем в жизни человека с использованием ресурсов интернета». О каких дисперсных системах идет речь в небольшом стихотворении Марии Цветаевой? Отнимите жемчуг – останутся слезы. Отнимите злато – останутся листья. Осеннего клена отнимите пурпур – останется кровь. Выполните следующее домашнее задание. Первое. Известен следующий способ снижения запыленности воздуха. Загрязненный воздух пропускается через камеры, в которых распыляется обычная вода. Объясните сущность данного процесса с позиции знаний о дисперсных системах. Задание второе. В водной среде молока эмульгированы мелкие капельки жира. Они постепенно поднимаются на поверхность, поскольку их плотность меньше, чем плотность воды. В молоке за несколько часов образуется слой сливок. Молоко является неустойчивой эмульсией. Молоко, поступающее в продажу с предприятий молочной промышленности, должно быть более устойчивой к расслоению. Каким образом можно повысить устойчивость данной эмульсии? Напишите эссе на любую из тем. Перспективы развития химической промышленности в Кыргызстане. Выполните презентацию и подготовьте проектную работу на тему «Экологические проблемы Кыргызстана». Спасибо за внимание. До новых встреч.